Лиса, напавшая на ребёнка в Актюбинской области, оказалась бешеной. Инцидент произошёл на берегу реки Кобда, где малыш был вместе с родителями. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков. Каково его состояние и какие меры принимают на месте ЧП, выясняла Лейла Уесова. У лисы, которая покусала ребёнка в Хабдинском районе, подтвердилось бешенство. Об этом сообщили ветеринарные инспекции, где получили результаты лабораторного исследования. Рядом же Монколем у главы семейства своё крестьянское хозяйство. После ЧП там объявили карантин. Продлится он 21 день. Оттуда нельзя вывозить скот и завозить. Готовится представление главного государственного ветеринарного санитарного инспектора Хабдинского района об ограничительных мероприятиях в крестьянском хозяйстве Ертемир. Так как крестьянское хозяйство Ертемир находится в 10 километрах от этой речки Хабды. Поэтому они там будут проводиться, вакцинация и оздоровительные мероприятия. По словам родителей, лиса напала на их пятилетнего сына. Она появилась неожиданно, выбежала из зарослей камыша на берегу реки Хабда. От укусов пострадали лицо и ноги малыша. В больнице раны сразу обработали и зашили. Сейчас мальчик находится под наблюдением сельского врача и продолжает получать прививки от бешенства по специальной схеме. Часто болеют, конечно, дикие животные. Это волки, шакалы, лисы. Могут заразиться собаки, тоже кошки. Поэтому при любом укусе, ослюнении этими животными, млекопитающими, конечно, люди должны срочно обращаться за медицинской помощью. Так как это грозит, человек может заболеть бешенством, а бешенство не лечится. Лечится там стопроцентный летальный исход. Подходить близко к людям не свойственно диким животным. Поэтому выход на прямой контакт с человеком – один из признаков бешенства, говорят специалисты. Подобного общения лучше избегать, а в случае укуса нужно немедленно обратиться к медикам. Лайла Уйсова, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октябрьская область.